Мы находимся в Государственном мемориальном музыкальном музее заповедника Чайковского. И можно сказать, что здесь каждый камушек, каждое дерево помнит великого композитора. Мы идем по дороге, по которой очень много гулял и сам Чайковский, по которой приезжал со своих многочисленных гастролей и путешествий с Клинской железнодорожной станцией. В этом доме Чайковский провел последние полтора года жизни. В этом доме от первой до последней ноты была написана его шестая патетическая симфония. Клинской железнодорожной станции Клинской железнодорожной станции Мы находимся в спальне Чайковского. Здесь стол, абсолютно простой стол работы Клинского мастера. За этим столом композитор работал, и именно за ним была написана шестая патетическая симфония. Как раз в феврале 1893 года Чайковский начинает оформлять свой новый замысел. И впервые об этом сообщает своему племяннику Владимиру Львовичу Давыдову, сообщает практически по секрету и в письме, написанном здесь, в этом доме. 11 февраля 1893 года Клин. Хоть бы ты плюнул на почтовую бумагу и прислал мне в конверте. Ноль внимания. Ну бог с тобой. А мне хотелось хоть несколько букв от тебя получить. Сегодня уезжаю вечером в Москву. 14-го будет концерт. 15-го я еду в Нижний Новгород дня на три. Оттуда прямо поеду в Петербург. Следовательно, приблизительно в конце второй недели появлюсь у вас. Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонию, сочиненную и лишь частью, оркестрованную осенью, уничтожил. И прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего. Пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии. На этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой. Пусть догадывается, а симфония так и будет называться. Программная симфония номер 6. Программа – это самое, что ни на есть проникнутое субъективностью. И нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, стал писать эскизы. И работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в 4 дня у меня совершенно готова была первая часть. И в голове уже ясно обрисовывались остальные части. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового. И, между прочим, финал будет не громкая аллегра, а наоборот, самая тягучая адажио. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно. Конечно, может быть, я и ошибаюсь, но кажется, что нет. Пожалуйста, кроме Модесты, никому об этом не говори. Я нарочно адресую в училище, чтобы никто не прочел письма. Интересно ли тебе все это? Иногда мне кажется, что ты мной в сущности очень мало интересуешься и ровно никакой настоящей симпатии не питаешь. До свидания, голубчик. Твой П. Чайковский. Твой П. Чайковский.